Если вас спросят, где можно увидеть край Киева, непременно одним из кандидатов на такое звание станет Боковня. Микрорайон, изолированный от основной городской застройки, буквально со всех сторон окружен густыми лесами. Местную тишину нарушает только шум автомагистрали, ведущей в бровары. Но не каждый знает, что эти земли, знакомые многим лишь из окна автомобиля, наполнены старинной и печальной историей. Здесь есть свои памятники, отдельное поселение, реки и другие находки, которые мы уместили в этот репортаж. Поселок Боковня – это местность из нескольких продолговатых улиц, застроенная частными и частично многоквартирными домами. Расположено на восточной окраине Киева и административно относится к Деснянскому району. Происхождение названия не объясняют по сей день. Существует предположение, что издавна в этой местности на пути из Киева в Чернигов удерживали быков. Поскольку болотистая и труднопроходимая почва не позволяла передвигаться коням, где-то здесь в повозке запрягали быков, таким образом перевозя груз. Но на картах Боковня активно фигурирует с XIX века. В его середине она упоминается как маленький казацкий хутор с тремя дворами и девятью жителями. Рядом находится казарма Боковня, а также болото Быковское. На хуторе уже тогда существует кладбище и колодцы, которые и являлись главным инфраструктурным объектом. Постепенно хутор разрастается. Наверняка так бы и продолжила существовать невзрачная окраина, не выделяясь особыми событиями. Но в 1930-е года все поменялось. И сегодня в лесу возле поселка находится мемориальный комплекс, который расположен на месте массового захоронения жертв репрессий НКВД. В 1937 году Киевский городской совет втайне от гражданских жителей выделил земли на территории двух кварталов Боковнянского леса для специальных нужд. Площадь оградили глухим забором с колючей проволокой высотой более трех метров и установили смотровую вышку. Интерес проходящих мимо местных жителей удовлетворяли легендой, мол, за забором находится артиллерийский склад. И начиная с августа 1937 по сентябрь 1941 года на это место свозили тела расстрелянных в киевских тюрьмах граждан, так называемых антисоветских элементов, под понятие которых во времена сталинского террора мог попасть почти любой случайный житель. Бывший кулак, ранее судимый, культурный или общественный деятель, простой рабочий и масса других людей, имена которых не установлены по сей день. Но прежде чем тайное станет явным, пройдет не один десяток лет. Впервые боговнянские могилы откроют немцы в период оккупации Киева. Тем не менее, дальше дело не продвинется. После Второй мировой о месте не распространяются, а попытки пролить свет на историю отдельными правозащитниками, шестидесятниками, жестоко пресекаются и преследуются. Только после численных расследований и жалоб местных жителей на развернутое в лесу мародерство, в 1989 году жертвы репрессий в Быковне были признаны на официальном уровне. Об их количестве сложно сделать объективный вывод. В Боковнянском лесу может покоиться до 100 тысяч людей. Из них установлено имена 18 500. Выявлены захоронения представителей более 30 национальностей, где помимо советских граждан, большую часть составляют граждане Польши и Германии. Территория является наибольшей среди подобных в Украине и входит в тройку крупнейших среди мест всего бывшего СССР. Несмотря на трагическое прошлое местности, жизнь в поселке Боковня продолжается. На спокойных и ухоженных улицах редко шумит транспорт, а большинство построек имеет вполне лаконичный и современный вид. Отыскать здесь хоть какую-то старину, какой-то элемент традиции уже невероятно сложно. Поэтому остается любоваться главным богатством – здешней природой, которая представляется хвойными лесами и множеством других видов. Не все знают, что проходит через Боковню и река. Обычно речку Дарницу ассоциируют с районом Дарницы, но тем не менее достаточно большой ее участок также проходит возле Боковни. Она имеет такую необычную характеристику, она на своем русле раздваивается. Таким образом, сейчас это принято называть миллиаративными каналами, ее превращено в миллиаративные каналы. Таким образом, она образует Дарницкий миллиаративный канал, который идет южнее и севера Дарницкий миллиаративный канал, который проходит непосредственно через Боковню. И вот мы сейчас стоим на его берегу. Это такой совершенно небольшой каналчик практически незаметный, практически без течения. Тем не менее, он преодолевает множество преград и впадает в Днепр, уже дальше проходя через Воскресенку, через северные и другие районы Киевского львобережья. На месте, где сейчас канал проходит через поселок, до его закрытия в бетонный желоб, находилось крупное озеро, пересекаемое автострадой. Оно же тянулось до местного кладбища, которое существует по сей день и к жертвам репрессий уже отношения не имеет. Сегодня, как и более сотни лет назад, оно предназначается для погребения жителей хутора. Правда, вероятно, кладбище меняло локализацию. Раньше оно располагалось несколько южнее, на месте современных жилых улиц. На север же от хутора продолжительно тянется одна из дорог – улица Радистов. Глядя на нее сначала, можно предположить, что она ведет на выезд из города. Тем не менее, пройдя вглубь, вы обнаружите полноценный поселок, преимущественно из двухэтажных домов. Его название – поселок радистов. В далеких 1950-х годах в Боковне была построена радиостанция. Тогда же для ее работников были заложены первые дома, часть из которых строилась по типовому для того времени проекту и имеет аналоги в других уголках Киева. В поселке Радистов умещалось почти все для автономной жизни – детский садик и школа, дом культуры, баня. Но в конце 90-х радиостанция прекратила работу и со временем была фактически разрушена. Ну а жилье в поселке сохранилось и даже сегодня, несмотря на свой внушительный возраст, выглядит достаточно опрятно. Возле невысоких домиков зеленеют клумбы, а общая атмосфера места и вправду напоминает поселок – такой себе образцовый поселок городского типа в провинции. Теперь, конечно, таким образом воспринимать его намного сложнее. На въезде построен не один многоквартирный дом, явно прибавив, если не удвоив, население окрестностей. Кроме них и в самой Боковне уже давно возведено два девятиэтажных дома и пара достаточно старых общежитий, например, от киевской птицефабрики. Но в любом случае, чтобы соединить Боковню застройкой с основным городом, нужно еще изрядно постараться. Здесь пока что продолжает сохраняться лесная тишина, сочетаясь со многими удобствами мегаполиса. А мрачная история быковнянских лесов напоминает о последствиях любого диктаторского и бесчеловечного режима, готового уничтожать инакомыслящих и просто неудобных людей. Напоминает, что ни одна великая идея или цель не стоит человеческой жизни. И пускай мы не можем заглянуть в будущее, мы можем только надеяться, что как продолжил свою жизнь тихий поселок, продолжит жизнь каждое место Украины и каждая семья. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...